У меня минимальное количество нарративных источников, благодаря которым, в первую очередь, мы можем погружаться в мир воображаемого, мир сложных, красивых, с эпитетами метафор, о которых у нас шел очень интересный разговор в первой части нашей конференции. У меня все более, скажем так, функционально по одной простой причине, что меня интересует именно как работает определенная отсылка, как работает метод метафоризации в репрезентации сообществ. Что в данном случае по словам работает, я подразумеваю следующее. Что хотят сообщества о себе рассказать или о них кто-то хочет рассказать, включая определенную отсылку, а в данном случае отсылку к родственным отношениям. Когда то или иное социальное общество уподобляется какому-нибудь родственному коллективу, а еще конкретнее к братству. Вот эти самые отношения к братству в некоторых средневековых социумах и будут темой моего распада. Прежде чем изложить конкретику, я хотела бы несколько рассуждений предварительно сделать, потому что в этой теме пытаясь проанализировать эту тему, мы вступаем в сферу, где очень много активно и уже больше столетия работают коллеги-антропологи или этнографы. То есть социальная антропология, культурная антропология, этнографы. Все через запятую, в данном случае как синоним. И изучение систем родства и терминологии родства как один из способов характеристики общества, они практикуют издавна. И, собственно говоря, Генри Морган предложил понятие классификационной системы родства, о которых я упоминаю в резюме этой работе. Классификационная система родства, которая, как выяснилось, потом следует отличать от дескриптиз. Потом Ирилес много работал с этими же темами, именно изучая, как описывается родство. Но, пожалуй, наиболее тесно эта тема связана с именем Редфилла Брауна, который в 10-20-е годы наиболее четко дал характеристики систем родства, доступные нам через соответствующую терминологию. Терминологию родства, он ее классифицировал. И это, во-первых, вот этот его успех связал накрепко эту часть антропологии с его именем, а во-вторых, превратило его в объект критики. Потому что, собственно говоря, вот эти данные описания систем родства выяснилось, что, в общем, таких не бывает. Вот. Но зато можно проверить, как предложенные характеристики проявляются в разных сообществах. Какие же эти характеристики? Итак, система родства у Редфилла Брауна – это всегда система прав и обязанностей. И система родства описывает всю социальную систему или универсию. Ну, конечно, мы сразу понимаем, что, поскольку он изучает австралийских аборигенов, то он может абсолютизировать это суждение. Но и даже для этих обществ был потом сделан довольно подробный критический разбор вот этой максимумы. Да, что система родства описывает всю социальную систему, весь социальный универсию. Значит, всегда система родства опирается на реальное кромное и брачное родство. И здесь связь очень тесная. И тут, опять же, Редфилл Браун делает сравнительные отсылки к современному ему английскому обществу. В данном случае современное английское общество – это конец 19-го, начало 20-го века. И существует процедура распространения родства на всех социальных агентах. И, исходя из этой общей системы, Редфилл Браун положил признаки классификационной системы родства, которая, как я уже сказала, отличается от дескриптивной. Значит, их всего три, и они вот как раз и оказались самым удачным, самым удачным разработкой, которую удобно применять на самом деле для самых разных общностей, вне зависимости от их территориальной и хронологической финансовой внешности. Я, по крайней мере, могу сказать, что я понимаю. Классификационная система родства – это эквивалентность сиблингов, то есть потомков одних родителей, эквивалентность родства и свайства, то есть связи по браку, и эквивалентность биологического и социального родства. Вот, собственно говоря, за последний принцип Редфилл Браун был сильнее всего, пожалуй, но, в общем, достаточно справедливо. Как я уже сказала, неизвестное общество с классификационной системой родства в чистом виде, потом стали говорить о том, что речь идет не о системах родства, а о терминологии. Эту терминологию расчленили еще на разные типы, по всяким соотношениям между собой родственников. Но смысл в том, что в классификационных системах родства под определенной категорией, обозначающей родственника, обозначается не конкретный человек, а вся общность, вся общность этого уровня, этого уровня по отношению к тому человеку, который описывает эти родственные отношения. Вот, то есть, вот это, так сказать, наименование родства, они такие, имеют классификационный характер. И для самого Редфилл Брауна состояние системы родства никогда не было датирующим для социума, но у нас так или иначе, если сопоставить разные подходы к этому вопросу, большинство научной литературы, как антропологической, так и исторической, несет на себе печать такого представления об архаическом социуме, где действительно система родства описывает весь социальный универсум, и не архаическом, не родовом социальном устройстве, и даже, если вспомнить многие модели эволюции, да, от античности к средневековью, построены на принципе эволюции, да, таких родственных отношений и так далее. Но это все как бы такие теории, это вот как раз та самая модель, когда родственные отношения, их роль, да, является способом изучения социальной эволюции, что как бы парад был прав, ну вообще-то непорядок, вот, неправильно это совсем. И, соответственно, когда я в названии доклада предлагала слово «многое», старое метафора «братство» в новых условиях, я, в общем-то, хотела подчеркнуть этот момент, что как бы «братство», отсылка к отношению, к уподоблению отношений в каком-то сообществе братским, это отнюдь не новая тема, и я даже думаю, что она ни в коей мере тоже не является датирующей. То есть вот большое количество отсылок к таким отношениям, специфика этих отношений, она никак не связана с больше или меньше архаичностью того общества, которым эта отсылка к родству брат, по братской линии существует. Это некая характеристика и динамичная, да, поэтому это действительно старая метафора, которая существует в текстах очень разных эпох, и она функционирует уже в этих древних текстах именно как метафора. В данном случае я имею в виду, что существует братство не духовное, не кровное. Вот, собственно говоря, о том, что это духовное братство, собственно говоря, объясняется через отсылки к кровному. Дальше вот я на этих конкретных примерах, к которым я перехожу, и постараюсь продемонстрировать. Итак, значит, примеры, которые я приведу, они локальны, географические, это христианские королевства в Перемейском полуостре, довольно близки хронологически. То есть это XII-XIV века. Во-первых, речь пойдет, конечно, о словах, которые употребляются по отношению к определенным сообществам, и что эти слова, в данном случае, латинские, германитос, конфратрия и разные производные, конфратермитос и еще некоторые более, только для средневековья свойственные, однокоренные конфратрии, они обозначают сообщества, члены которых считаются братьями, и это призвано описать определенный тип отношений и возможности по общению как внутри сообщества. То есть все эти отсылки, они неспроста, это ясно, что они неспроста, но что они эволюционируют, и что если отношения в сообществе меняются, то и исчезает отсылка к братству в наименовании. Хотя поименование членов сообщества братьями может остаться, что само по себе тоже интересно. Так вот, в изучаемый период, помимо латинских слов, которые я назвала, довольно активно начинают использоваться романские слова, то есть Старокастильский, Староголисийский, в общем, все народные языки активно воспринимают эту терминологию, и причем эти термины быстро вытесняют латинские аналоги. Даже во многих текстах, где по-прежнему, большая часть которых написана по правилам латинского языка, эти термины существуют в форме эрмандат, это от германитас, кофрабия, это от конфратрия, да, и фратернитас. Но фратернитас превращается в кофрабитас, но это практически термин, который быстро превращается из обозначения коллектива в обозначение отношений. И вот тоже отдельная, как бы, линия эволюции. Поэтому у нас в текстах остаются в основном эрмандат и кофрабия. Что любопытно, термин эрмандата или эрмандат, да, он, в виде народного слова, да, то есть романского, он встречается часто и повсеместно, в отличие от латинского аналога. Вот, германия – это крайне редкое слово, а в тех источниках, которые, периода, которые я обозначила, его вообще нет, на самом деле. Так вот, эти самые слова встречаются в текстах, которыми обозначают как братство духовное, так и братство кровное. То есть здесь следует упомянуть краткую характеристику того института, к которому делается отсылка. То есть, собственно, братство как семейные, родственные отношения, да. И вот это описание родственных отношений в источниках этого времени, в данном случае, в основном взяты нормативные источники, но они для этого времени очень риторически богатые. Это и в старой фуэрах Кастильи, и королевского фуэра, и знаменитые семь партий Тальфонса X, очень болтливый, в калочках, источник, потому что он очень много всего объясняет и всего совсем сравнивает. Так вот, в этих памятниках родство, братство, как именно родственные отношения, помимо того, что существует степень родства, здесь на первое место выходит в описание биологическая составляющая, в каком смысле? Его натуральность, природность, естественность, да, то есть фратер натураль, то есть тот, кто происходит от одних родителей. Дальше могут быть нюансы, и из этой концепции как бы предполагается, что это не только как бы кровь, но это объясняет близость и важность эмоциональной связи. Поэтому братьям запрещается свидетельствовать друг против друга или один в пользу другого, а также запрещается подавать некоторые типы исков, то есть, собственно говоря, на концепции братства, как естественные эмоциональные связи, строится объяснение некоторых правовых ограничений. И одновременно существует представление о родстве духовном, в данном случае как семейная категория, париенте и спиритуаль, и это речь идет об усуновлении, но и в этой же категории рассматриваются отношения между кровными братьями духовного, например, сына или дочери. Тут вот такая сложная система, но здесь важно подчеркнуть, что духовное родство – это персональные отношения, то есть, они не распространяются на родственников по природе, участников вот этого альянса, усыновителей, и так далее. Вот это все подробно описано. Если же мы посмотрим на метафорические братства, назовем их так, которые существуют, и как они существуют, и как они описываются в источниках, то здесь мы найдем их множество. То есть, братств в XII веке и в XIII веке очень много, и они все примерно к одному, и к одной и той же составляющей вот этого самого родового и родовых семейных отношений делают отсылку, да, речь идет о эгалитарности, да, эгалитарности и некоторой численной ограниченности этого коллектива, да, в котором могут существовать братства. И самый характерный, пожалуй, здесь пример – это братства военные, которые стали подшественниками военно-рыцарских орденов. Значит, все известные нам ордена испанские, да, возникшие во второй половине XII века, и Алькантара, и Галатрава, и тем более Сантьяго, все имели вот на своем основании, то есть первый шаг к обречению статуса другого из братства сделали именно военные рыцарские братства. И они навсегда называются Кофрадия, Кофрадия, вот примерно в таком диапазоне. Очень редко Эрмандат, очень редко. Но вот Кофрадия, Кофрадия, они так именуются до того момента, как эти сообщества соединяются с каким-либо духовным объединением, монастырем или, например, ну, чаще с монастырем, либо с монастырской конгрегацией, со старцианцами, Калатрава, например. Вот, как только они с ними объединяются, то тут же это объединение перестает именоваться братством и начинает именоваться либо Орден, либо Корпус, Корпо и так далее. То есть, если свести вывод, так сказать, к короткой формуле, то приход Орду, приход Порядка и Иерархии убивает Братство. То есть они будут выменять. При том, что члены сообщества на определенном уровне могут продолжать именоваться Братствами, братьями, а не братья, но они никогда не братствуют. И второй пример, я постараюсь его сократить немножечко, он так у меня будет подробнее, но в обратную сторону, да, то есть когда более общее объединение, некая более общая социальная категория становится Братством и вот это вот самое некое измельчание социальной категории и одновременно подчеркивание вот этих самых Братских связей как основы объединения. Это пример Братства Франков в городе Толедо. Значит, впервые, ну, Франки после отвоевания города в конце XI века были достаточно активно представлены. Их было не то, чтобы очень много в городе, но они были ужасно активны и страшно заметны, поэтому в источниках они в первой четверти, особенно XII века, их видно. И они называются нациум, как некоторые другие большие группы, именно большие. А эти небольшие, но заметные, они называются нациум. Но это наименование, они за собой не сохраняют, но зато к середине, особенно к концу XII века появляется франкская конфратрия или кофрабия. Причем наименование ее мы встречаем только в арабоязычном написании, а там написание будет прям вот, я дословно, то есть, вернее, я воспроизвожу звуковое, да, арабское письмо, аль-кунфратрия, аль-фаранж. В латинском наименовании мы это сообщество не встречаем. И оно существует уже не как некий коллектив по преимуществу рыцарей или высокопоставленных клириков, как это было для нацио франков в первой половине XII века, а это население квартала франков, которые там скорняки, например, торговцы. И есть одно количество документов, где они именно так и описываются. Во-первых, описываются их занятия, а во-вторых, описывается, что у них есть братство, у которого есть госпиталь, существующий при церкви Святой Магдалины, и которые этот госпиталь и церковь, они по мере своих возможностей поддерживают. То есть это является такое вот небольшое объединение именно с корритативными и легиозными целями. Но они братья, члены франкского братства. И по их именам уже совершенно можно четко сказать, что они никакие не франки, они местные, так сказать, кастеллинизировавшиеся и отоледевшиеся, потому что Талет тогда это королевство, не только город, люди. И вполне равны по статусу, что мы можем найти в документах. Я перехожу к кратким выводам, исходя из этих вот приведенных примеров. Метафора братства на этих документах, отсылка к родственным отношениям, в данном случае работает в одну сторону, что я имею в виду. Мы ничего не узнаем про отношения между братьями, то есть про семейные отношения между братьями, из-за этой метафоры. Но мы много чего узнаем про сообщества, члены которых предлагают именовать себя братьями. Это всегда у нас будет та самая эквивалентность сиблингов. То есть вот это вот неубиваемое отношение, эгалитарная линия, что братья все равны. Другой вопрос, что не каждый может стать этим братом. Вот это вот эволюция, расширение братства на большие коллективы в рассматриваемые периоды очень проблематично. То есть как только мы наблюдаем разрастание какого-либо сообщества, оно, как правило, перестает именовать себя братством, именно братством. Да, я не говорю, они могут делать отсылку, что ты же мне брат, там, вот кто-то приехал в Монаку, приехал к рыцарям, приехал монах, да, там, какой-нибудь алькантарий. Но на самом деле даже это редко. Теоретически возможно, но не работает. Поэтому средневековая отсылка к братству это всегда еще и численно ограниченный коллектив. Вот, ну и я бы сказала, что еще здесь важно, что вот эта вот социальная метафорика, связанная с родственными отношениями, она, как мне представляется, абсолютно универсальная, не датирующая, но она существует в динамике. Вот, то самое превращение фротернитос, латинского фротернитос, минуя какие-то промежуточные стадии, превращение в то самое фротернидат, которое французское братство. Да я имею в виду уже метафору нового времени, когда братство это уже такое глобальное явление, глобальная социальная метафора. Спасибо большое. Спасибо большое, Галина Александровна. Пожалуйста, вопросы. Вопросы под, пожалуйста, 1, 2. Сначала Сергей Городилин. Да, спасибо большое. Простите, я, к сожалению, без видео. Это очень интересный доклад, Галина Александровна, поскольку я занимаюсь близкими вещами применительно к русскому средневековью, где точно так же есть городские сообщества, именующие себя братьями, и Новгород, и Псков, и есть много общего. Поэтому я просто хотел бы спросить, а вот на вашем материале это все время эголитарно? То есть не встречается ли метафора старших и младших братьев примерно в том же, собственно, метафорическом контексте? Старшие и младшие братья встречаются тогда, когда у нас уже не братство, а орда, но в этот старшие и младшие братья могут туда входить, и это уже, как правило, связано с моментом сформулирования, если хотите, таких документов, уставов, кому что потребно, кому что не потребно. Вот так, чтобы, значит, мы братство, вот. Вот я бы сказала, что это развитие метафоры, безусловно, тут я согласна, да, но мне кажется, что это развитие метафоры именно в таком юридическом ключе, которое немножко... вот тут сложно уловить вот этот самый момент перехода, да, но вот именно поэтому я и привела пример с орденами, потому что вот прям как только орда, так сразу уже все, никакого фротернита. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста, Александр Русанов. Большое спасибо, Галина Александровна, большое вам спасибо за ваш доклад. У меня такой вопрос. Не встречалось ли вам, или вот, может быть, вы знаете, где это может быть, попытки осмысления различия в употреблении этих образов, метафоры или понятий самими Кастильскими, наверное, юристами в первую очередь, или Кастильскими, или Арагонскими, может быть, позже, может быть, в 15 веке или 16 веке, или это вот разграничение самими авторами этих текстов так эксплицитно нигде не осмыслялось? Ну, на самом деле, не осмыслялось, вот именно потому, что это та самая старая метафора. Ну, вы же все понимаете, что мы имеем в виду, когда мы говорим «мы братья», вот. И даже в юридических, собственно говоря, текстах, когда мы говорим про родство, да, то и само философствование на тему fraternitas, fraternidad, ermondat, ничего мы не найдем. Я вот, собственно, еще же не рассказала про ermondat и как братство городов. Это же отдельная история, да, это развитие темы, безусловно, именно юридическое. Там они могут рассуждать. Но когда речь идет о вот таких вот конфрей, то, что потом стало конфериями в испанском языке, даже все имплицитно остается только вот на уровне смены слов, которые прослеживаются четко. Спасибо. Так, я больше не вижу. А, есть еще вопросы, пожалуйста. Елена Кравцова, да, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо, Калина Александровна, за очень-очень интересный доклад в методологическом плане. У меня вопрос не на материале испанском, но на материале, ну, житий францисканских. Но поскольку они писались для всех провинций, для испанской в том числе, может быть, вы сможете дать какой-то комментарий. Дело в том, что, ну, в том же самом втором житии я постоянно встречала вот эту тему родства, что франциск он одновременно и мать, и отец для своих детей. И там еще вот эта вот тема родства, тема братства, которая орден, ну, как бы братство, оно усиливается тем, что Фома Челанский проводит такую семейную метафору для добродетелей. То есть есть добродетель Грация, у Грации есть дети Симплицитас и Сапиенция, у них, соответственно, свои дети добродетели. Вот как можно интерпретировать такую ситуацию? И сможете ли вы? Ну, понимаю, что вопрос совсем связан. Да, спасибо за вопрос. Я поняла, но мне кажется, в данном случае речь идет о, если угодно так, дидактической составляющей. В каком смысле? Уподобление чего-либо отношением в семье, что от кого происходит, и выстраивание генеалогической иерархии, оно как бы распространено повсеместно. То есть в любой сфере, вот в сфере морали, что происходит от этого, какая добродетель состоит в отношениях с какой-либо. И это сугубо прием объяснения. И в данном случае мне, наверное, будет трудно это как-то проинтерпретировать, исходя из того, о чем я говорила, потому что вообще сама идея что-то порождает и что-то находится в связи с тем, что оно порождено одним и тем же. То есть горизонтальный уровень отношений, который вырастает из этих органических метафор. Мне кажется, это скорее в эту сторону. То есть это способ объяснить. Вот посмотрите как. В честь генеалогии. Я все-таки больше говорила об отношениях между людьми, во что они выливаются, когда мы говорим о братстве. Спасибо большое. Спасибо.